Девушки отдыхают В таких случаях невозможно, но что это закончится чем-нибудь подобным, было ясно. Впрочем, эта история все равно когда-нибудь должна была завершиться. Попытка отправить президента в отставку, референдум, декабрьский и мартовский кризис подчеркнули неспособность всех ветвей власти к политическим компромиссам. И как бы Ельцин не пытался тактически переиграть своих оппонентов, жертвуя самыми преданными союзниками, было понятно. Цивилизованный выход из тупика обе стороны уже не найдут. Люди увидели бездну гражданской войны и в ужасе отшатнулись. А политики по-прежнему приближаются к ней с двух сторон. 4 октября существовала еще одна возможность избежать многочисленных жертв среди народных депутатов и обслуживающего персонала Белого дома. Вячеслав Терехов, корреспондент информационного агентства «Интерфакс», был посредником на переговорах между Александром Русским и Виктором Черномырдиным по эвакуации людей из Дома Советов. Договоренность об этом была достигнута. Возглавить колонну безоружных людей должен был журналист Терехов. Взял в правую руку белую простынь и пошел медленно с тем, чтобы дать возможность подцепився и сообщить, что я уже пошел. Крик, шум вслед был громадный. Я спокойно прошел дальше. Спускаюсь до первого этажа и вдруг ко мне выскакивает навстречу военный, в военной форме. Вот так, не будем говорить военный. Когда бросили меня на пол, значит, ударили прикладом по плечу, я понял, что, к сожалению, вот эта миссия провалена. Я успел посмотреть, сколько времени. 10 часов 15 минут. Вот в 10 часов 15 минут можно было кончить все это практически не начиная. Очевидно, что на момент штурма ситуация в Белом доме была просто неконтролируемой. Руководство обороны, несмотря на наличие многочисленных генералов, просто отсутствовало. Игра наших политиков в войне довела до кровопролития. По некоторым данным, распространяемым зарубежными информационными агентствами, в частности, агентством Рейтер, число погибших на улицах Москвы и в Белом доме превышает тысячу человек. Итак, российский орел на время перестал быть долглавым. Надолго ли? Начиная с 4 октября, Руслан Хасбулатов ожидает кворума в Лефортово, в компании генерала Рудского. А Борис Ельцин занят перегруппировкой сил в правительстве и около него, спокойно отдав Белый дом в распоряжение правительства. Генеральный прокурор России не похож на Мавра, но Мавр сделал свое дело и теперь может уходить. Интересно, что за день до своей отставки в интервью корреспонденту Политбюро Степанков, теперь уже бывший генеральный прокурор, прямо-таки олицетворял уверенность в своем будущем. Потому что я всегда говорю только то, что хочу сказать. Интересно, на каком посту Степанков теперь окажется? Внимание тем, кто хочет сделать политическую карьеру. Наш президент не забывает добрые поступки, даже многолетней давности. Я прошу вас включить без голосования, без голосования, состав Совета национальностей Бориса Николаевича Ельцина. Только на этих условиях я снимаю свою кандидатуру. Только на этих условиях. Одновременно со сменой генерального прокурора постоялось назначение на пост министра печати и информации. Им стал известный публицист Владимир Шумейков. С каждым днем приближаются свободные выборы. Военное противостояние в Москве со 2 по 4 октября не нарушило мирной и спокойной обстановки в Севастополе. Призывы лидеров местного фронта национального спасения к руководству Черноморского флота поддержать Верховный Совет были отвергнуты. На седании Военного Совета Черноморского флота по событиям в Москве было выражено общее мнение, что в стране сложилась ситуация, при которой возможен распад России. Штаб ВМС Украины поддержал позицию Киева, одобрившего действия президента Ельцина. Из информированных источников нам стало известно, что со 2 по 4 октября в полной боевой готовности находилась десантно-штурмовая бригада морской пехоты Черноморского флота. Однако никаких перемещений войск из района базы флота не отмечено. Добрый вечер. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Наш телефон 215-9365. Мы не придерживаемся принципов партийной журналистики. И сегодня, как всегда, хотели бы предоставить самые разные точки зрения на прошедшие события. Но в столь поздний час так и не дождались. И сегодня вы услышите и познакомитесь, наверное, с самым незанятым человеком. Но сначала будет показан, обещанный еще 3 недели тому назад, сюжет из Таджикистана. История нас так ничему и не научила. Нескольких десятилетий нам не хватило для того, чтобы понять, мы сильны, пока мы вместе. Пока у нас одни интересы, одна действующая власть, одна армия, одна граница. Распад Союза для многих ныне суверенных государств завершился трагедией гражданских войн. Россия была последней хрупкой надеждой, надеждой объединиться. Именно сейчас стало понятно, что начав с великой перестройки, разрушая, мы не знали, что строим. Титаническая схватка политиков в Москве закончилась кровавой драмой. Проблемы СНГ на сегодняшний день меркнут по сравнению с перспективой гражданской войны и распада России. Не дай бог наступит тот страшный момент, когда с упрямством идиотов политики будут воздвигать новые границы, превращая Россию в феодально раздробленные государства. Что ждет нас впереди? Сможем ли мы создать единую для всех государств бывшего Союза систему коллективной безопасности? Не отвернутся ли от нас страны так называемого СНГ после страшных октябрьских событий? На эти вопросы мы не знаем ответов. А пока, пока с нами продолжают играть в демократию. В Москве еще дымится белый дом. В Останкино пахнет порохом, и количество жертв пока так и неизвестно. А нам уже говорят о законных выборах. Вот только выбирать как-то не очень хочется. На Востоке есть пословица. Она гласит, власть в руках глупцов опасна, как меч в руках сумасшедших. Я сюда, короче, приехал в апреле. Я попал на 15-ю заставу. Вот мне одно лицо, я называть его не буду, сказал, нас всех построят на боевом расчете. Сказали, вы, ребята, половина здесь вас вообще погибнет. Вы груз 300, как говорится. Мало кто останется здесь живым. Это вот в первый день, во второй день, когда попал на заставу всего в Таджикистан. Я там сам несу, наверное, дня два или три ходил. Я такой ходил, да, как это, приехал, и все уже. Послужу немного, и все уже домой придется в гробу ехать. Да хорошо в гробу, да. В гробу уже кончатся. В каких-то мешках полиэтиленовых отводят. Ладно бы в ящике, а то в мешочки неохота домой ехать. Таджикистан, московский погранотряд, 12-я застава. После июньских событий прошло 4 месяца. 4 месяца не утихают споры вокруг необходимости присутствия российских погранвойск на афганно-таджикской границе. Гибель российских пограничников стала предметом беспрецедентных политических спекуляций в Москве. На заставу зачастили комиссии проверки из Москвы. Вдруг все разом заговорили о том, как плохо служатся нашим пограничникам. О том, что солдатам надо хорошо питаться, во что-то одеваться, чем-то защищаться. Сразу стали укреплять и усиливать границу. На заставу потянулись вереницы с гуманитарной помощью. Злости нету, как такое просто обида, что забывают, вспоминают в самый последний момент, когда уже поздно вспоминать. А так злости нету. Одна обида. 25 унесенных жизней в июне 93-го – цена нынешних забот и волнений. Наверное, глупо делать вид, что никто ничего не знал, а потому молчал. Мы знали, как забытые Богом и людьми российские офицеры вынуждены уходить в отставку. Вынуждены, потому что после окончания службы их ждет бесславная старость, не считая унижения со стороны тех, кто так и уверен по сей день, что мы губим своих детей, отправляя их на чужую войну, в чужую страну. После событий на 12-й заставе никто из ныне здравствующих и процветающих политиков так и не взял на себя ответственности за все случившееся. Для них граница далеко. Их дети никогда не будут держать в руках оружие. Они так и не узнают, что такое кровь и война. Как вы считаете, нужна здесь российская граница? Как вам сказать? Конечно, нужна здесь. Или может отдать Таджикистан, пусть охраняют? Не, нужна здесь все равно. Потому что они дальше покружат. И все будет мало, мало, они дальше пойдут. Как вот с Японией, получается, так же будет постоянно переноситься. Сначала это там за территорию Узбекистана дойдет, вот там границу будем охранять. Потом, если нас дальше уйдут, там Узбекистан заходит уже территория с России, потом к России начнут ничего не предъявлять. Постоянно так оно и будет получаться. Так что надо держать. Но все равно война как бы неизбежна, да? Да, я считаю, да. Россия нужен здесь второй Афганистан с точки зрения переноса границ? Нет. Нет? Второго Афганистана здесь не будет, потому что... Почему? Потому что никто не возьмет на себя такую горшую ответственность. Второй раз никто не хочет ошибаться. Я имею в виду на территории Таджикистана. На территории Таджикистана, да. Второй раз никто не захочет этого делать. А потом расклад сил и средств, и задачи здесь, войск совсем другие. Иначе как в Афганистане. Немного... Не, ну это специфика по обограну войск. Да, нет, имеется в виду, я понял. Второй Афганистан, в принципе, по той ситуации, еще раз повторяю, экономической и военной, и, самое главное, религиозной, при том расколе, который ныне здесь существует, в принципе, может быть, может быть. В свое время мы были уверены, что после вывода советских войск наступит новая эпоха в советско-афганских отношениях. Она наступила, и первые два года сохранялся более-менее стабильный мир на границе. Сейчас в Афганистане нет устойчивой власти, слишком много хозяев. Средняя Азия, в частности Таджикистан, представляет несомненный геополитический интерес для различных военных и политических афганских группировок. Их лидеры, Рабанихик, Матияр, Исмаил Хан, Ахмад Шахмасуд, заинтересованы в продолжении конфликта с Россией. Продолжение джихада, священной войны, дает им возможность приобрести больше политический вес, прежде всего, у себя в стране. Нынешняя таджикская оппозиция также заинтересована в кровопролитии. Здесь царят московские нравы, только борьба за власть более страшная и изощренная. Может быть, парадокс, или может быть, опять закономерность в том, что вот эта линия, так сказать, нейтрализации, она проходит именно на границе здесь. С одной стороны, Афганистан, и те боевики, и беженцы, которые там находятся. И с другой стороны, здесь нынешняя власть, в общем, об устойчивости не буду ее говорить. Тем более, в тылу все остальные, которые хотят или не хотят этой власти. Поэтому, естественно, получилось так, что погранные войска сомкнулись. Именно государственная граница, и в прямом, и в переносном смысле, стала границей именно разделения и, так сказать, границы нейтралитета. В случае, если граница останется неприкрытой, Средняя Азия и Россия получат в подарок второй Афганистан. Страну, на вооружении которой будет ядерное оружие. Ведь на территории Таджикистана находится около 15 оборонных заводов союзного, простите теперь, наверное, российского подчинения. Часть из них специализируется на переработке урана. В Таджикистане в условиях гражданской войны, помимо официальной власти, силу будут показывать все, кому не лень. И тогда никакими собственными средствами Средняя Азия не сможет противостоять воевавшему всю свою историю Афганистану. Это пограничный пост Таджиков. Стремление защищать свою родину еще не значит умение ее защищать. Когда вот старая газета попадает сюда к нам за 92-й еще год, так бывает, там, уголовную хронику прочитаешь или еще что-нибудь, так минут на 10-20 возникает мысль, думаешь, остаться, что ли, тут послужить, а то там проблемы такие с работой, ну, вообще с ценами, с этими. Сегодня на заставе солдаты роют окопы. Отрезанные от мира они не знают, как и чем живет наша страна. Они готовятся к войне. Войне, которую одна демократическая газета назвала нелепой политической игрой. Итак, мужские игры на свежем воздухе с оружием в руках продолжаются. Те же, кто уверен, что наши погранвойска на афгано-таджикской границе не нужны, совершают страшную ошибку. Да, можно угрохать миллиарды и наградить десятки новых границ, и со Средней Азией в том числе. Но тогда мы свои военные репортажи будем уже вести с боевых действий, проходящих на южных рубежах России. После того, как МИД России на переговорах в Кабуле потерпел поражение, 9 сентября московский погранотряд прилетел с визитом министра иностранных дел Андрей Козырев. Посещение отряда было, скорее всего, формальным дипломатическим ходом. По этому поводу возникает всего лишь один вопрос. Зачем надо было прилетать к пограничникам? Ведь переговоры в Кабуле завершили заявлением афганского лидера Рабани о том, что отношения с Россией не могут быть добрососедскими, пока наши погранвойска находятся на территории Таджикистана. По сути, это продолжение страшной кровопролитной войны, в которой в очередной раз основной удар будет нанесен в первую очередь по нашим пограничникам. История нас так ничему и не научила. Мы устраивали революции и боролись за свободу. В 91-м над развалинами Союза взметнулись национальные флаги. А потом? Потом пришли опять они, бывшие секретари обкомов и ЦК КПСС. Ельцин, Алиев, Шварнадзе, Лучинский, Кравчук и другие. Некоторым из них, особенно тем, кто постарше и помудрее, народ доверяет. И у них что-то получается. А новых политиков просто нет. А потому командует парадом все тоже горячо любимое и до боли знакомое политбюро. Сегодня один из тех редких случаев, когда мне своего гостя, который пришел ко мне на кухню попить чай, представлять не надо. Михаил Сергеевич Горбачев. Михаил Сергеевич, оценки прошедших событий отличаются единообразием. А для меня это просто, честно говоря, как сумасшедший дом. За нашу всю историю российскую было всего лишь два вице-президента. И оба сейчас подследственные. Вот как вы считаете, в чем, на ваш взгляд, корни трагических событий в Москве? Сначала я скажу о том, что вместе с вами переживал в эти краткие минуты во время репортажа из Таджикистана, из границ. Вы знаете, я не могу воспринимать это спокойно, потому что я вспоминаю, что это все последствия развала страны. Надо было реформировать страну. Разъединиться мы не сможем, никогда не сможем. Это сейчас кажется, что мы разъединили. Нам нужно было реформировать, распределить полномочия, каждому найти свою роль, место, но оставаться одной страной. И вот это один из случаев. А сколько таких случаев? Это все результаты этой беды. Это самое мое большое переживание. И знаете, строили мост, большой мост, тяжелый, через большую бушующую реку, дотянули его. И вот уже надо принимать, и оркестры заказаны, подписывать. Акт, и мост должен быть служить уже будущему. И его в августе, в ночь с 18 на 19, в 91 город, взрывают. Известно, кто взорвал этот мост. Договор я имею о Новом Союзе. И все же строители, знаете, восстановили этот мост. Где подремонтировали, где новые детали, какие-то элементы новые. Но опять, опять занялись этим мостом. И опять вышли, и разослали уже документ на одобрение Верховных Советов. И опять, ночью, теперь уже в Беловежской пуще, там пучистый, тут пучистый, опять взрывают этот мост. И вот мы все это теперь имеем. А и то, что происходит с нами в России, это все тоже. Это все тоже последствия в значительной мере. Не только того, что мы потеряли страну, хотя она живет, разворванную плачьи живет, и на этом мы еще и держимся. Но, конечно, уже тут и появилось многое того, что связано с новой политикой, с новым курсом, с новыми подходами. Так вот, я думаю, вы сказали одностороннее, такое звучит одностороннее суждение о причинах, о корнях этих трагических событий. Их иначе нельзя называть. Я был поражен, как еще три дня назад все-таки кричали о победе, все-таки призывали раздавить гадину, все-таки призывали открыть охоту на ведьм, разогнать, распустить это. И это продолжается. Распустить советы. Не нужен Совет Федерации. Я спрашиваю, с кем вообще останутся власти в Кремле, с кем они будут работать. Совет Федерации и Республики, и регионы не нужны. Не нужны советы, которые избраны, а они выступают за выборы. Только за одновременные, но они за выборы, они тоже не нужны. Газеты часть закрыта, цензура введена, не знаю, сейчас сняли ее или нет. Сейчас ее нет. По сегодняшней передаче посмотрим, еще проверим. С кем вообще говоря мы будем готовить выборы и главное проводить реформы? Это все кажется, это липовые, липовые, ненужные, первая победа. Я был в марте, уже почувствовал, что эти власти, которые нам навязали и ратифицировали Беловежское соглашение, навязали шоковую политику. Это тот Верховный Совет, который президенту отдал законодательные полновочия, чтобы он вел уверенно эту политику. И к весне, к осени 92-го года уже должно быть пойти улучшение. Ведь все это было. Это была одна бригада, одна компания. А что произошло? Дело не в том, что тут делят власть или не поделили. Рудской, Хазбулатов, Ельцин и другие. Это есть, присутствует, несомненно. Политические амбиции, борьба элит, кланов, это все присутствует. Но главный вопрос и корни всех этих событий, они в широком недовольстве результатами реформ. И того политического курса, который проводится с января 92-го года. Вот мой, мой, мой вывод. И я с марта месяца поэтому, когда увидел. В декабре я был против перезбрания президента, против распуска парламента, что нам нужно согласие, мы не можем раскалывать страну, нам надо договориться. Ничего не получается, я стал с марта месяца, еще до референдума, твердо на точку зрения. Нужны досрочные выборы, нужно и президента, и Верховного Совета. Нужно через новые выборы всех новых людей, проявивших себя, умеющих вести дела в новых условиях, способных вести реформу и дать нам позитивные результаты. Они должны быть востребованы через новые выборы. Нам нужна политическая комбинация, новая. И на федеральном уровне, и на местном уровне. Я на этом и стою. Но посмотрите, как неуступчивы та и другая страна. Причем для того, чтобы бороться. Одни идут на одни маневры, ищут опору в силовых структурах. Другие идут в объятия фронта национального спасения, в объятия Кампилову. К фашистам. К фашистам. Слушайте, это говорит о бессилии. Они исчерпали себя. И надо было проводить выборы. Они до конца нас тянули до трагических событий. Я когда, вы знаете, сидел, работал и вдруг узнал, что праздник Арбата, 500-летие и все остальное, что намечалось, вдруг совсем уже перерастает не в то, а с каких-то площадей и улиц идет, пошло наступление. Я сделал заявление и обратился к президенту, остановить это все и сказать, давайте договариваться. Я думаю, что если бы отреагировали сразу, вошли в контакт с Белым домом, надо было остановить. Ведь вообще никто не хотел договора. Михаил Сергеевич, извините, можно я вас сейчас прерву? У нас небольшой социологический опрос сейчас будет, а потом мы вернемся в нашу студию. Давайте. Давайте. На прошедшей неделе социологическая служба политбюро предложила москвичам дать свою оценку событиям 3-4 октября. Около 70% опрошенных полностью одобрили меры, использованные президентом и правительством. 23% не поддерживают ни президента, ни парламент. И только 4,5% москвичей выказало свою поддержку действиям Рудского и Хасбулатова. В возможных в будущем вооруженных столкновениях примут участие 20,7% опрошенных. Среди них большинство – военнослужащие и сотрудники органов правопорядка. Они не останутся равнодушными по долгу службы. 61% опрошенных ни в каких конфликтах участвовать не будут. Затруднились с ответом 18% москвичей. На вопрос о том, какие меры следовало бы предпринять по отношению к участникам вооруженного мятежа, только 8% ответили, что никаких мер принимать не нужно вообще. По их мнению, Рудской и Хасбулатов просто выполняли свой долг. 71% опрошенных, напротив, считают, что организаторы беспорядков должны нести уголовную ответственность. 18% ответа не дали. Однако уже в отношении последующих шагов Бориса Ельцина мнения разделились. 40% опрошенных одобрили распоряжение президента о запрещении изданий и общественных организаций, поддержавших парламент. И 38% осудили этот шаг. До гражданского мира в России еще очень далеко. Михаил Сергеевич, это как раз продолжение. Вы знаете, ведь когда спрашивают о мерах, предпринятых президентом, то я думаю, полагаю, что речь идет о том, когда вдруг те, кто деблокировал Белый дом, получают команду от Рудского и Хасбулатова штурмовать мэрию, штурмовать Останкина. И даже мне говорят, я не слышал, но говорят, что прозвучал и призыв Хасбулатова слабым голосом брать Кремль. Я вам скажу, это призыв к погрому. И в этом смысле меры принятые уже после того, когда, выполняя это указание, пошли эти погромы, они все оправданы. Трудно сказать, как в деталях, кто у кого стрелял и так далее, но это надо было остановить. Вот остановили. Я всю ночь просидел, как и все, наверное, у кого душа болела, всю ночь у телевизора, а в понедельник я поехал на работу. К двум часам ситуация была восстановлена в Останкино. К утру взято все под контроль. Москвичи проявили выдержку. Это надо отдать им должный честь. Я, правда, не знаю, уже это выдержка или уже какое-то психологическое состояние, которое требует того, чтобы его вообще обдумать. Но вот что касается мер, принятых четвертого против Белого дома, я не знаю, как вот эта тема входит в эти 78%. Если они и это одобряют, то я расхожусь с москвичами. Расхожусь в этом. Вы знаете, когда под контролем вся ситуация, когда есть отдельные сюрпризы со стороны снайпера, убивают, это, несомненно, требует продолжения комендантского часа, присутствия военных, войск, МВД и так далее. Это мне понятно. Но все под контролем. Утро, день, и начинается, как на полигоне, стрельба по мишеням. Расстреливается Белый дом. Вчера власти говорили, что Рудской и Хазбулатов сделали заложникам сотни депутатов, сотни обслуживающих персонала, женщины, журналистов и так далее. Что они безумцы. Да. Утром это все остается, все эти люди там. Из-за того, чтобы наказать Рудского, Хазбулатова, Макашова и всех этих авантюристов, которые нас втянули в такой кровавый конфликт, начинается расстрел этих людей. Вот это достаточно непопулярные меры были, а вот встреча глав стран Содружества в Москве, она прошла так незамеченной. Возможно ли сейчас интеграция, когда прошли такие трагические события в Москве? Знаете, дело в том, что не все определяет политики. Будет решать все-таки люди, этих граждан, этих стран. Нашей России и наших республик. Республик, с которой мы связаны, все. Все, и у нас и родственники там, и знакомые, и друзья. И нас не разделишь. Я уверен, и надо думать в объединении. И раньше всех люди начали высказываться. Ведь сейчас за воссоздание союза высказывается больше, чем в марте 91-го года. Но нового союза. Должен быть новый союза. Это не СССР, это не старая командная, так сказать, система со всеми атрибутами. Это не унитарное государство. Нет. Нет. Нужен новый союз. И это будет определять. Я думаю, что при этих политиках, которые нас втянули в развал страны, вряд ли этот процесс получит развитие в ближайшее время. Хотя все предпосылки для этого есть. Люди за это, предприниматели за это, многие политики за это, ученые за это, художественные интеллигенции за это. Да мы все за это. Мы не можем жить без друг без друга. И это нужно нам, это нужно Европе, это нужно миру. Поэтому состоится процесс, уверяю вас. И чем быстрее уйдут эти политики, значит везде нужны выборы. Спасибо, что наконец-то наша встреча с вами состоялась. Да, мы с вами до этих трагических событий хотели встретиться и поговорить. Может быть о другом бы говорили. Да. Но, к сожалению. Но все равно, большое спасибо. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы пили чай с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Как хорошо, что где-то есть Господь Бог. Чтобы прощать нам наши грехи. Потому что обязательно наступит день, когда мы сами себе многого не сможем простить. Нет, не национальный позор 17-го и 37-го. А сегодняшний, такой живой и реальный, позор 93-го. Он уже состоялся. Нам есть чем гордиться. Еще не все одинокие старики просят милостыню на улицах обновленной России. Нами никто не забыт и ничто не забыто. 50 лет спустя со дня победы под Сталинградом, каждый, кто участвовал и дожил, получил в подарок 2000 рублей. 5 сникерсов и 1 баунти. Теперь наступила очередь тех, кто не погиб на Курской дуге. Им повезло больше. 8 тысяч рублей. И для тех, кто погиб, тоже есть хорошая новость. Вдовы и дети героев Советского Союза и России, а также полных кавалеров Орденов Славы, освобождаются от уплаты за колумбарии с прахом умерших героев на кладбищах Москвы. «Если вы были героем, спите спокойно». Мои дедушки ходят по своей земле, боясь быть кому-то в тягость воспоминаниями о 41-м. Они уходят. Они умирают в очередях и по дороге в Сабесы. Они прошли через многое. Наверное, сумеют пройти и через это. А сейчас нам не до них. Новые войны с избытком поставляют новых инвалидов и ветеранов. Молодых, еще способных постоять за себя. Привилегия умереть за правое дело и для них единственная существующая привилегия. А те, кто выживут, обязательно станут героями России или полными кавалерами славы или кем-нибудь еще. Мы когда-нибудь отблагодарим и их. Сникерс, и вы в полном порядке. Сегодня вы узнали точку зрения одного нашего гостя. Мы надеемся, что на следующий эфир у нас будут другие люди, которые были в гуще самих событий. Очень много ваших телефонных звонков. Долгорукого Москва называет всех журналистов взгляда и вида подонками и сволочами. Родионова спокойно из Санкт-Петербурга вас просто пытаются сделать вторым невзоровым. Москва Терентьев хочет поддержать позицию взгляда и продолжать отстаивать позицию человека в этой стране. Давайте не будем использовать эфир для объяснения своих позиций и разборок с журналистами. Тем более, что телевидение смотрит намного большее количество людей, нежели читают газеты. Мы найдем способ прояснить эти позиции. Москва, Невина. О каких свободных выборах может идти речь, если главы администрации регионов назначаются президентом? Очень много фактов и очень много вопросов дает нам сегодняшняя жизнь. Сегодня трудно сдержаться от эмоций. И оперировать только фактами. Мы очень хорошо подумали и свои выводы из сегодняшних фактов уже сделали. Сделайте их и вы. Всего доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а здесь лишь только я. Субтитры сделал DimaTorzok И пошел у нас теперь войной на брата брат. Ну а в штатах руку жмет рабину Арафат. В мире все хотят объединиться, а у нас что город, то столица, но зато у нас ведь каждый третий демократ. Я, ты, он, она, разбежалась вся страна. По стране идет раздел и творится беспредел. Всех хотят разъединиться. Что не область, то граница. Ну и дружная семья. Где там ты, а где там я? Без разборки нет ни дня. Вот такая брат родня. Субтитры сделал DimaTorzok